Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум Ильжи Александр, и мы вместе с вами продолжаем воевать с агрессорами в игре, которая называется Age of Civilization 2. На данный момент война у нас идёт с Перу, с Индонезией, с Мадагаскаром, ну а с Аргентиной вроде как удалось вопрос решить, но это не факт. Просто тут типа я ничего не нашёл, хотя давайте перепроверим на всякий случай, потому что ну его нафиг. Да, Аргентина перезаключила со мной мирное соглашение, это радует, значит мы можем не отвлекаться на эту огромную страну и полностью себя посвятить Индонезии и Мадагаскару. А ещё НАТО опять куролесит, друзья, ну что это за свинство-то такое, НАТО? Вот только мне стоило прекратить войну с Китаем, истощить его, уничтожить его основные силы, и тут, тут, как тут, НАТО прилетает, говорит, ооо, спасибо, мы Китай забираем себе. Вот что это, куда это годится? Так, нужно с этим срочно что-то делать. Либо развязывать войну с Китаем, как только у нас закончится мирное соглашение, либо просто смотреть, как Китай у меня забирают, я не знаю, друзья. Будем надеяться, что Китай всё-таки отобьёт это вторжение, и эти земли снова мы сможем захватить. Ну а с НАТО воевать мы пока не будем. Ладно, что у нас происходит на прекрасном острове Мадагаскаре? Давайте приблизимся, да быстрее же приближайся, и посмотрим. Ну всё тут хорошо на самом деле. Это чё? Это вообще чё? Это Южная Африка? ЮАР? Прикольно. Мадагаскар оккупирует по полной программе, а он ещё пытается воевать. Ну очень странно. Ладно. Мы принимаем эти условия и вводим свои войска вообще везде. Просто везде. А чё я так делаю? Я могу сразу вот так сделать. А-а-а, я ж на столицу хотел напасть. Спутал немного, но я не думаю, что на столицу будет сложно напасть. Делаем так. Так. И так. Добренько. Прекрасненько. А теперь давайте уничтожим перуанские захватческие отряды, которые высадились на берега нашего суверенного государства. Это, кстати, что такое? Это кому принадлежит? Это Австрия, да, кусочек этот? Странный. Хорошо, вот они. Вот они эти засранцы, вот они эти негодяи. Мы высаживаемся вслед за ними, на эту землю, высаживаемся с суши, да? Потом можно будет сразу это войско отправить к берегам Перу. Почему бы и нет? Южная Америка мне нужна. Не особо сейчас на самом деле, но заберём её себе. Такс, ну у нас ещё проблемки-то с Индонезией. Индонезия. Такс, чё-то я не здесь её ищу. Это наша армия, она пригодится, кстати. Да, давайте соберём её. Где у нас тут порт? Вот здесь, в Карачи. Такс, и отправим к берегам Индонезии. Таиланд я захватил. Как бы с ним всё хорошо. Но я не помню, остались ли у меня там войска. По-моему, я отправил тайландское войско к Мадагаскару. Если мне не изменяет память. Поэтому, да, войско было отправлено. Так что я остался беззащитен против Индонезии. Это ведь Индонезия, это Малайзия. Такс, а где у нас Индонезия? Вот у нас Индонезия. Смотрите-ка. Интересно, можно будет потом с Индонезии высаживаться на берега Австралии. Но где взять войско, совершенно непонятно. Да уж, да уж. В Индии разве что нанимать и реально отправлять снова. Но, по-моему, где-то моё войско, которое должно было плыть к Мадагаскару, она уже доплыла, да? Я что-то путаю, видимо. Хорошо, плевать. Нанимаем армию в Индии, мы должны защитить Таиланд. Потому что я уверен, индонезийцы будут высаживаться к берегам, на берегах Таиланда. Это совсем не круто. Мы должны это предотвратить. Оба-на, здесь огромное войско. Чё оно тут стоит? Отправляемся сюда. А порта здесь нету, да? А где опять порт? Он же был тут. Ладно. Появится порт, я думаю. Так, построим порт в Баргамуре. Готово. Денег у меня хватает. Я могу реально сейчас воевать. У меня и прибыль огромная. В общем, я катаюсь реально в шоколаде. Как сыр в масле. Как масло в сыре. Как шоколад на тарелке расплавленный. Шикарно просто чувствую. Такс. Ну, неплохо. Неплохо, неплохо. Правда, блин, наверное, Индия не скажет мне спасибо, что я в основном пользуюсь именно их услугами при войне с кем бы то ни было. Я всегда нанимаю войска именно здесь. Но зато мои главные регионы, такие как Киев, Минск, Варшава, Вильнюс, Рига и прочие. Там, где я захватывал, они продолжают развиваться и население становится больше. В итоге я смогу нанимать огромные армии, когда мы двинем наши все силы на Европу. Так что, в общем-то, это даже и неплохо, наверное. В Таиланде можно было бы попробовать нанять войска, но Таиланд еще супер не ассимилирован, и поэтому сделать это не получится. Белорусов там меньше 1%. Да и ассимиляция не идет. Давайте заниматься этим. Тратить деньги. Огромные деньги на ассимиляцию. Готово. Дело это ассимилируется. Очков хода больше нету, можно пропускать ход. Смотрим. Хо-хо-хо! Да, Перу! Вот так мы умеем иногда. Вот такие вот вещи мы моем. А, да, вот так, да, Мадагаскар? Отлично. Это была неплохая попытка, но... Все, по-моему, да? Как бы ваша песенка была недолгой. Извините. И, в общем-то, и этот отряд можно будет отправить к берегам Индонезии. Почему бы и нет? Вот только что делать с Перу. Либо сразу нападать, либо выждать. Я не знаю. Нельзя им позволять. Дерзить мне нельзя. Надо их наказать за то, что они пытались захватить наши земли. По-любому. 29 тысяч. Вот где этот отряд оказывается. Так, а где у нас порт? Порт у нас здесь. Ну, ладно. Построим еще один порт тут, чтобы далеко не ходить. Будет нормально. П-п-п продолжим ассимилировать. Такс. Больше. Здесь все ассимилировано? Не верю. Во. Не ассимилировано. Понеслась. Что, мы все страны ассимилировали? Так, стоп. Надо посмотреть. Стабильность провинции. Сто пудово где-то ассимиляция не идет еще. 20. Блин, так мы неплохо себя чувствуем. Смотрите-ка. По большинству регионов чувствует себя отлично. Да, тайские регионы как бы так себе, но японские, корейские прям балдежно. Смотрите, везде 90% практически нашего населения. Где-то по 28 на территории Китая. И этого, конечно, маловато. Давайте продолжать эту ассимиляцию. Чтобы было больше нас тут. На территории Китая. Такс. Тут все хорошо. Здесь еще. Что, не могу? Почему? Очков хода нет, извиняюсь. Простите, простите, извините. Что? Что меня сюда перебросило? Непонятно. Такс. Режим карты. Стабильность провинции. Мы занимаемся не тем. Причем тут Италия вообще? Когда мне мои провинции нужны? Вот, другое дело. Такс. Отлично. Ну? Э, стабилизируйся. Алло. А, это промежуточный ход. Че это, блин, меня заглючило? Ха-ха-ха. Болван я, болван. Такс, все. Это моя проблема исключительно. Так. Хе-хе-хе. Блин. Думаю, что за хрень. Такс. О, сразу. А че я не могу стабилизировать? В чем проблема? Непонятно. А, потому что эти земли только оккупированы. Они еще не захвачены. Вот в чем проблема. Ёлки-палки. Ну и все, в общем-то. Ассимиляция прошла успешно везде и всюду. Великолепно. Это кто такие? Перу. А это кто? Индонезия. Все нормально. С флагами не запутался. В общем, можно готовиться к войне в Индонезии. Еще Китайская Народная Республика. Угу. О, все. Вижу наши войска. Можно собирать их в кулак. Порт уже построен. К вторжению все готово. С Мадагаскара тоже войска будут перебросаны. Переброшены. Я думаю, этого будет более чем достаточно. И нанимать большую армию не имеет смысла. Просто никакого. Вообще никакого. Сюда. Все движим сюда. Главное никого не забыть. Я хочу, чтобы вся армия дошла до порта. И мы всех отправили. Это очень-очень-очень важно. Так. Ну вроде бы все перемещаются. Все нормально. Ну что? Наймем здесь войско. Для войны с Перу. Почему бы и нет? А давайте. Бэм. Десяточка. София. Шесть с половиной. Скобже. Четыре с половиной. Загреб. Извините меня. Тоже много. Здесь немало. Бухарест. Тоже огромное войско. Будапешт. Отлично. Сколько, интересно, я могу в Варшаве нанять воинов? Все еще 12 тысяч. Я думал, уже больше. В Минске десятка всего. А в Киеве сколько? В Киеве тоже десятка. Что-то маловато. Ладно, тогда будем набирать войска здесь. Население тут огромное. И вот эту армаду мы отправим в Перу. А когда война с Перу будет закончена, точнее война с Индонезией, мы еще и те войска туда перебросим. В общем, будет жестко. Так, отлично. Деньги больше тратить я не хочу. Все, Мадагаскар предлагает заключение мира. Нет, мы еще не все земли захватили. Я понял. Еще не все. Так, движемся. Поехали. Все, Мадагаскар полностью захвачен. Здесь все отлично. Войска из Индии потихонечку движутся. В общем, скоро будет ад. Просто можно пропустить ходы. А, вот еще армия не движется. Блин. Знал, что что-то упустил, но не знал, что. Мир с Индонезией нет. Мир с Мадагаскаром, да. Ненавижу перемещаться по карте. Жаль, что с помощью WISD нельзя этого делать. С помощью мышки приходится. Вот это реально неудобно. Большой минус. И с помощью стрелок тоже передвигать карту нельзя. И отдаляется она медленно. Ну ладно. Это всего лишь нытье. Мадагаскар наш. Поэтому ныть, в общем-то, и нет смысла. Зачем ныть, когда у тебя новые территории в Африке. Это круто. Ну, практически в Африке. Готово. Жесть. Это очень жестко, друзья. 45 тысяч еще отсюда. Я не перемещаю, друзья, войска в Европе. А ведь я должен собирать их в кулак. Для вторжения в Перу. А я про это совсем забыл. И что-то мне кажется, что Перу так просто это не оставит. И будет продолжать нападение. В общем, я думаю, что флот их уже движется к нашим берегам. Я почему-то даже в этом уверен. Ну, будем надеяться, что нет. Будем надеяться, что они будут высаживаться в Ржеке. А если это так, то мы их встретим со всеми почестями. Накроем им стол, выроем им могилы. И, в общем-то, нарвем цветов для венков. Так что все будет нормально. Там уже супер большой отряд. И эти ребята решили отправиться морем. Посчитали, что так быстрее. Ну что ж, наверное, это так. Вы тоже перемещаетесь. Все, перемещение пошло. Здесь ударная группа готова. Отправляем ее в Индонезию. Вот сюда. Не получается сразу далеко. Сначала нужно... Что, в смысле? Ну, перемещайтесь. Чего вы сразу не могли это делать? Странно. Ладно, вышли к морю. Глядите-ка! А вот это внезапно. А вот это действительно внезапно. На Японию вздумали нападать? А зачем? Я не понимаю. Вот этого я не понимаю. Ну, да, как бы мы готовы встретить их. Прикольно. Они, кстати, первые напали. Я на них не нападал. Они первые это сделали. Ну, и сейчас они за это поплатятся. Да перемещайся же ты. Я же говорю, перемещаться. Переместиться вот сюда. Все. Блин. 10 тысяч шагов нужно сделать, чтобы все это дело заработало. Так, тут отряд готов. Да. Выходите в море? Че, как-то криво. Вы выходите в море? Ну, ладно. Да, да, да. Да, пытайтесь. Пытайтесь, делайте. Старайтесь. Ну, и смысл. Вот в чем был смысл. Не понял я ничего. Ладненько. Здесь высаживаются. Здесь плывут потихонечку. Давай. Или они уже вышли в море? А, да. Мы ждем этого. Переместитесь. Давай, перемещайтесь быстрее. Туда, куда нам нужно. Я сразу вас отправлю туда, куда мне нужно. И, в общем, мы это... Наконец-таки переместить. Сюда же. Давай. Отлично. Наша армия почти прибыла к берегам. Это радует. Она уже здесь. И мы можем высаживаться. Прямо таки, не знаю, Бен Пари, Бен Варапи. Это столица или что это. Неизвестно. Ну, войско там было не маленькое. Было. Ключевое слово было. 2% мы пока только захватили Индонезию. Черт. С Индонезией война будет, видимо, очень долгой. И это меня не радует. Ну, ладно. Правда, сопротивление, скорее всего, мы не встретим. А это круто. Вот это действительно круто. 13% уже. Уже получше. Такс. Может быть, мы всю Индонезию захватывать вообще не будем. Может быть, это и не нужно. Посмотрим, как будут обстоять дела. И новый отряд, кстати, прибыл. Давайте его сразу, наверное, отправим куда-нибудь вот сюда. Да. Хорошо. Как дела в Европе? Блин, еще было бы круто быть в игре какие-нибудь быстрые клавиши, с помощью которых можно было бы перемещаться из одной точки мира в другую. Вот, например, мне нужно быстро в Европе оказаться. Я такой халатс, я в Европе. Было бы удобно. Ну, ладно. Это, на самом деле, небольшая проблема. Не беда. Я не огорчен и не расстроен. Все отлично. Все идет так, как должно идти. Войско готово. Сейчас еще из Будапешта отряд прибудет. Я пока даже тут еще найму войско. Типа, пока идет из Будапешта отряд, можно себе позволить это сделать. Вот так. Чтоб наверняка... И готово. Готово, готово, готово. Что ж, поехали. Захват, захват, захват. Отбиваться пробуют. Ну, давайте. Захват. Шикарно. Так, ну, эта земля захвачена и можно будет сразу, я думаю, двигать на островную часть, да, индонезийскую. Например, вот сюда можно отправить половину армии и половину вот сюда. Отлично. Готово. Хе-хе-хе. Да, это проще, чем я думал. Это проще, чем я думал. Очки исследований. Давайте доход от налогов возьмем. Не намного увеличился, но увеличился. И опять же, недавно призванные войска надо бы... Эх, ну крутись же. Надо бы вот сюда переместить. Это будет великий поход на Перу, блин. Я реально волнуюсь перед войной с Перу. Если чего ждать в Европе я примерно понимал и готовился, то чего ждать от Южной Америки совершенно непонятно. И она может выкинуть абсолютно любой фокус. И я как бы не хотел, чтобы этот фокус был неприятным. Вообще не хочется. Такс. А что мы здесь делаем? Давайте вот так. А этих парней мы отправим вот сюда. Этих парней мы отправим вот сюда. А эти парни пускай собираются. Готово. Где тут еще кусок Индонезии? Это все Индонезия, да? Я так полагаю. А вот это столица. Ну давайте на столицу нападем. И готово. Так, что у нас? Низкая стабильность провинции. Это мадагаскарские, да, провинции? Ну давайте. Я про них совсем забыл на самом деле. Виноват. Ну все. Ассимиляция прошла успешно. И надеюсь. Так. Ну что, мы готовы? Да. Отряд собран. И мы плывем в Перу. В Перу, в Перу, в Перу. Мы плывем в Перу. Переместить. Прямо сюда. Отлично. Готово. В этот раз удалось переместить войска сразу. И как же удобно будет воевать с Перу. Мы высадимся на юге. И будем постепенно двигаться на север. Захватывая и оккупируя все провинции. Очень удобно. И опять же, Перу можно будет использовать для... Как офигенный плацдарм для дальнейшего захвата полностью Южной Америки. Это будет круто. Отлично. Что, как у нас дела тут обстоят? Пока войска плывут к берегам Перу, мы можем понаблюдать за происходящим здесь. Отлично. Оба-на. Быстро доплыли. Но я хотел в столицу. А, они движутся постепенно. Хорошо. Это мы сюда. А это мы вот сюда. Со всех концов. А в столице ноль человек. Печальненько. По-любому хотя бы Индонезию сегодня нужно захватить. Да, блин, я ставил армию. Но это ошибка моя. Которую я совершаю абсолютно всегда. И мы сейчас это исправим. Пару косарей отправим сюда. И пару косарей отправим вот сюда. И все. Ошибка исправлена, можно сказать. А этим мы подвигаемся дальше. Да чтоб вас за ногу! Индонезия! Блин. Придется за Индонезией побегать еще. Они будут расползаться по островам. Нужно было оставлять войска. Черт. Ну ладно. У нас тут небольшой отряд есть. Ну давайте его отправим назад. Где они? Сюда. Потому что будут освобождать сейчас все свои земли. И на каждом участке нам придется оставлять хотя бы, ну, какой-то минимальный гарнизон. Чтобы этого не происходило. А этот отряд куда? Давайте здесь оставим гарнизон. Потом опять же все это собирать опять в кучу. Эх. Ладно. Понеслась. Да. Сейчас освободят полностью этот остров. Все, что я делал коту в итоге под хвост. Они как будто бы знали. Они схитрили. Это подло и некрасиво Индонезия. Так не поступают. Потеряли территорию? Будьте, как бы, гордыми и признайте свое поражение. Вот и все. Зачем вот эта вот беготня, ползотня? Ну, похоже, у них тут все войска, которые были, они отправили туда. И, в общем-то, тут еще есть кусок Индонезии, да? Давайте. Через всю жопу мира, блин. Придется ползти. Ну и сюда. Вот мы и прибыли. А они уже полностью освободили эту часть своих земель. Ладно. Будь по-вашему. Хотите играть в догонялки? Будем играть в догонялки. Вы только теряете своих солдат и все. То есть, ну, это никакой пользы вам не принесет. Вы просто потеряете оставшихся человек. Вы могли бы создать новое государство или еще что-нибудь. Но нет, вы решили их отправить на убой, и мы сделаем этот убой. Почему нет? В остальных частях своей страны они почему-то не пытаются сопротивляться. Только тут они думают что-то делать. Ну да, быстро-быстро освободили территории. Нормально. Остается, получается, только вот эта земля индонезийская. И все. Перу, глядите-ка, Перу. В миру у нас Перу. И что, Перу нападает на нашу армию или что? На море была война с Перу. 20 тысяч. Видимо, они отправляли их к нашим границам. Но передумали, когда увидели, что мы вторгаемся, и решили использовать флот для отражения атаки. Безуспешно, разумеется. 95% Индонезии захвачено. Я не вижу еще кусочка. Канада. Я не вижу еще кусочка Индонезии. Где-то должен быть маленький кусочек Индонезии. Где он? Вопрос. Ну, по-моему... Вот Индонезии кусочек. Отлично, нашелся. Так, пока до туда доплывет армия, блин, пройдет уйма времени. Ну, давайте отправим ее. Хорошо. А эти войска собираем и отправляем к Перу. Надеюсь, они не поплывут через Европу, а поплывут через Тихий океан. Всех отправил. Вот еще. Что-то я не думал, что у нас будет такая армия в Индонезии. Ладно, где белорусская... Что, все? А. Малайзия хочет право на переход в войск. Никакого права на переход в войск. Нам это не нужно. Где мой войск? Оно должно было приплыть уже. Вот оно. И... Так, ну, высаживаемся, пожалуй. Переместить вот сюда. Да. Высадимся снизу и будем двигать вперед. Так, все. Индонезия захвачена. Шикарно. И вторжение произошло. Гораздо более успешно, чем это сделали. Саудовская Аравия хочет и Аман воевать. Ёлки-палки. Когда уже наступит мир в нашей стране, а? Вот прям не вру. Я говорю, что действительно хочу мира. Я мечтаю о нем, но мне не разрешают мира. Медь. Все хотят воевать. Переводим сюда войска. Здесь вроде бы все собрано, да? Да. И подкрепление вот-вот будет готово. Что ж. Что мы будем делать здесь? Ну, понятное дело, что мы будем делать здесь. Интересно, какое будет сопротивление по ходу продвижения. Аманы, война. Саудовская Аравия, война. Ну, плевать мне на Аманы, на Саудовскую Аравию. Так, это кто? Чили хочет подписать пакт о ненападении. Ну, давайте подпишем. Чили хочет пакт о ненападении. Давайте. Я, в общем-то, не против, друзья. Чили, пускай будет нашим союзником на время. Хотя, конечно, Чили тоже обречен. Но, на самом деле, я вот сейчас зауважал очень Чили. Большие они молодцы, что приняли такое волевое решение. Молодцы. Это первый раз, когда мне предлагают пакт о ненападении. Все обычно хотят ввести войска на территорию моей страны. Под предлогом права перехода, да? Границы. На самом деле, я знаю их коварные планы. Блин, какая же страна неудобная Индонезия, а? Прикиньте, как тут собирать войска потом будет сложно. Все, готово. Отлично. Да, земля наша. Кто еще? Гвинея, блин. Ладно, разберемся с Гвинеей. Но это будет уже позже. На этом пока все. Я немного устал от войны, честно скажу. Продолжим с вами в следующий раз. Захватим Перу. Повоюем с Гвинеей. В общем, разберемся, что-нибудь придумаем. Новая Гвинея, вот эта, да, мне объявила войну? Или какая-то другая Гвинея? Нет, это Папуа Новая Гвинея. А обычная Новая Гвинея где? Я не знаю. Эти не воюют со мной. У них хорошие отношения. Ладно, друзья. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Будьте счастливы. И любите мир во всем мире. Пока. Продолжение следует.